Агрофорум Мы представляем вообще содержание у нас маточной поголовой утки-гуси, как бы взрослые особи там увидели может быть, да? Молодняк этот все свое, как говорится, вырученное, ну и инкубация происходит у нас искусственная, то есть. Вот. Козочка тоже наша, как бы занимаемся, только вот недавно начали, скажем, новое направление, пуховое. Вот. У нас, как говорится, отучили, наверное, уже от физического труда, что спрясть пух, это не так уж все просто, но это будет натурально. Вы для себя это, получается, впервые освоили или вы когда-то этим уже занимались? То есть, насколько сложно было освоить именно вот эту технику? Нет, я, скажем так, мои родители этим занимались, ну а мне передалось. Мы являемся переработчиками и выпускаем масло сливочное и сухое молоко. Комбинат основан у нас в 1982 году. Входит в компанию Славгородская молочная компания. Я представляю проект исследовательский на тему оценка адаптивного потенциала дуба чересчатого в условиях Западной Сибири. Мы брали желуди дубов, засыпали их сухим песком и выращивали их там, чтобы получились корешочки. Затем мы их пересаживали в пластиковые стаканчики. Нами было высажено 600 штук. Этот Джон Дир появился в Татарском политехническом колледже в 2019 году. Вот уже в течение пяти лет он исправно служит студентом и преподавателем. Кстати говоря, он не только выходит в поле, но и очень полезен на занятиях здесь, в колледже. Здесь просто мы тренируемся, ну теоретически ребята отрабатывают с помощью тренажера-симулятора. А здесь это все практически ребята отрабатывают. Все установлено. Плюс на этом тракторе еще установлен автопилот. Он сам ездит. Как это работает? Ну в общем, вот как раз стоит бортовой компьютер, в принципе, с учетом... Мы, в общем, устанавливаем все параметры сиртос машины, ширину захвата, нормы внесения, сколько литров в минуту он вносит. Там все вот эти параметры установили. И потом включается автопилот. И машина сама контролирует. Вот бортовой компьютер, там с помощью спутника. Все он сам двигается чисто по этой линии, по которой он, навигационной линии. И контролирует ширину захвата, контролирует скорость, контролирует нормы внесения. Все это сам трактор контролирует. И сам даже ездит. Участие тракториста не нужно. Отдыхает тракторист это время? Ну, практически, да. Ну, единственное, что здесь, конечно, ты доехал до конца поля, отключаешь, развернулся, опять нажал автопилот, и опять трактор поехал сам. А можно ли, судя по этим всем функциям, судя по этому трактору, говорить о том, что за последние несколько лет значительно упростилась работа у сельских тружеников? Конечно. Даже это показатель того, что на данную специальность очень много девушек стало приходить к нам. Даже уже в каждой группе, вот у нас в этом году даже шесть девушек в группе учатся на техниках механика. Только на агрофоруме в Татарске есть уникальная возможность, ну, по крайней мере, для меня попробовать и борщ, но борщ из необычных, для меня, во всяком случае, непривычных ингредиентов. Я буду пробовать, и вы пока расскажите, что здесь. Да, ну, во-первых, эти борщи у нас такой, скажем так, собирательный образ, который теперь вот появился здесь в Татарске, на агрофоруме. И благодаря как раз новосибирским дикоросам, нашим экспедициям, мы теперь больше добавляем бруснику, папоротник, соленые грузди и белые грибы. Остальное слово, она, в принципе, такая классическая. А папоротник где растет, как вообще это добывается? Папоротник растет по всей нашей Новосибирской области, как раз сейчас время его сбора, время засолки. Соответственно, если мы сейчас вот в этом месяце его засаливаем, то можем есть только ноябрь-декабрь, да, то есть ему нужно просолиться, вот, то есть это наши дикоросы, да, такие же, собственно говоря, как мы, новосибирские дикоросы. Конечно, суть региональной системы среднего профессионального образования как раз-таки заключается в том, чтобы удовлетворять региональную потребность в специалистах и рабочих кадрах. И в этом смысле мы во всероссийском рейтинге выглядим достаточно выгодно, то есть структура нашей подготовки, она в общем и целом соответствует структуре экономики Новосибирской области. И поскольку сельское хозяйство занимает такой значительный удельный вес в экономике Новосибирской области, конечно, ряд наших колледжей, расположенных в территориях региона, готовят специалистов и готовят рабочие профессии в области сельского хозяйства. И как раз-таки сегодняшнее событие о популяризации, о профориентации школьников, причем не в девятом, а в одиннадцатом классе, когда на самом деле уже поздно начинать профориентацию, нужно гораздо раньше. Это возможность делать профессиональные пробы. Целых десять районов здесь сегодня представляют колледжи, расположенные на территории этих муниципальных районов. Вот как раз-таки наши дети, их родители могут познакомиться, могут себя попробовать в реальном действии профессиональном. Не случайно наименование нашего форума «Вместе можем больше», потому что только в сотрудничестве с нашими работодателями, индустриальными партнерами, мы можем эффективно выстроить и систему профориентации. И учебный процесс спроектировать в колледже таким образом, что минимум усилий работодатель приложит для профессиональной адаптации при приходе молодого специалиста на свое рабочее место. И плюс ко всему работодатели в современных условиях, конечно, все больше и больше вынуждены, наверное, активно пользоваться инструментом целевого обучения, когда можно на первый курс поступить, имея договор целевого обучения с тем предприятием, которое тебе уже на этапе входа в профессию, на этапе обучения гарантирует последующее трудоустройство. Городок районный от Москвы в далеке, у полы выселенной ловит звезды в льде. Здесь живут россияне, никого не спроси, им свыше веками из начальной руси. Сегодня наша гостеприимная земля принимает значимые события для Новосибирской области. Агрофорум 2024. Дни среднего профессионального образования в Новосибирской области и этому свершившемуся факту нужно бурно поаплодировать. Впервые агрофорум был организован Центром опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области в апреле 2022 года и проходил под названием «Сельская аграрная неделя» в Ардынском и Чулынском районах Новосибирской области. Главная цель агрофорума – повышение престижа сельскохозяйственного труда, популяризация аграрных профессий, привлечение внимания и профессиональная ориентация молодежи к отрасли сельского хозяйства. Развитие территории, развитие в том числе и нашего района, зависит от того, как будут обучаться молодые специалисты, как они будут ходить в производство, работать, жить здесь, в каких условиях, какое будет настроение. Это очень важно и сегодняшний агрофорум, ну, в очередной раз, я думаю, подтвердит это. Мы рады тому, что на территории нашего района, в городе, здесь находится политехнический колледж, который является, по словам губернатора в нашей области, Андрея Александровича Травникова, одним из лучших колледжей. Когда он посещал, он посмотрел оснащенность, подготовку, лабораторию, какие специалисты, оценка его, когда он вечером проходил, и вот студенты гуляли, он говорит, живой город, потому что очень много молодежи. И это в том числе политехнический колледж, педагогический колледж. Это хорошо, что они недалеко друг от друга находятся, потому что молодежь знакомится между собой. Ну и дальше, слава Богу, если они идут в развитие производства, в село, образуются молодые семьи, это очень здорово. Мы надеемся, что сегодня на этом форуме вы сделаете свой выбор, выбор в пользу профессий аграрно-помышленного комплекса. Много сейчас амбициозных задач стоит перед нами, перед нашей страной, перед молодежью. Одно из самых зрелищных мероприятий агрофорума проходит на лыжной базе «Березовая роща» – трактор «Баттл». Механизаторы соревнуются в точности, скорости и профессионализме. Конкурс направлен как раз на повышение профессионализма. Механизаторов. И самые главные, наверное, критерии – это скорость, точность, ну и профессионализм. Штрафные баллы начисляются у нас при выполнении практического занятия «Фигурное вождение трактора». Фальстарт – 10 секунд, касание ограждения трассы – 10 секунд, обрыв ленты, выезд за пределы трассы одним колесом – 20 секунд, выезд за пределы трассы, ну и так далее. Самое максимальное – это потеря груза во время движения – 120 секунд, нарушение траектории движения. И самое основное, зачем мы спледили – это нарушение требований безопасности. КОНЕЦ Мы это и стараемся, и привлекаем молодежь в сельскохозяйственное производство. Для этого есть различные виды господдержки, начиная от закона Новосибирской области об аэродной политике, где предоставляют сединовременные выплаты при трудоустройстве выпускников, окончивших сельхозобразовательные организации. А также это госпрограмма КРСТ, где субсидируются затраты предприятий на производственную практику студентов, которые обучаются в агрообразовательных учреждениях и проходят производственную практику в предприятиях. Там тоже компенсируются затраты. И также по этой госпрограмме предоставляются субсидии и выплаты социальные на улучшение жилищных условий. Коль мы находимся на земле Татарского района, отмечаю, что действительно хорошее место было выбрано, потому что в Татарском районе органично и логично взаимодействуют все отрасли сельского хозяйства. Здесь и развито растеневодство, и развито животноводство. И хотел бы отметить, что Татарский район является одним из лидеров по производству молока. Здесь очень хорошее поголовье молочных дойных коров. Включается тестирование фигурного вождения трактора М182.1. И, естественно, конкурс по взделыванию земли, то есть по хата. Напряжение, естественно, присутствует, атмосфера дружеская, все мне нравится, в общем, хорошо все устраивает. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня конкурсантам необходимо приготовить в рамках конкурса следующее блюдо. Это первое горячее блюдо, второе горячее блюдо, холодная закуска и, соответственно, напиток. То есть полный комплекс, который необходим для полноценного питания. По результатам данного конкурса нам необходимо будет определить лучшего. Поэтому в критерии оценки заложены две группы оценок. Это объективная, это санитарные нормы, организационные моменты и, соответственно, субъективная оценка, которую невозможно объективно оценить. То есть сюда будут входить непосредственно внешний вид, вкус, консистенция блюда. 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 Формат довольно-таки интересный. Мы у нас, в нашем районе, по крайней мере, проводилась это впервые. Сама идея формата – это накормить полевой кухней, полевых работников. Проводился самый первый процесс приготовления в нашей учебной лаборатории в Татарском по техническому колледже. Вторая часть мероприятия – это выездная кухня, то, что вы в дальнейшем увидите. Форум – интересное такое мероприятие, я в нем в первый раз, и довольно-таки в восторге, можно сказать, от всего общего масштаба. То есть участвует почти вся область, приезжих очень много, и все такие активные, все любят, все хотят участвовать. Довольно-таки я очень впечатлен от этого мероприятия. Мы готовили обед полеводом, состоящий из трех блюд. Это борщ сдвинский, жареное мясо, свинина в соевом соусе и печеночные блинчики. Я участвую впервые, для меня это очень интересно. Все стереотипные разговоры о том, что среднее профессиональное образование – это удел исключительно тех, кто не очень хорошо учится в школе, остались в далеком прошлом и сегодня уже просто неактуальны. Абитуриенты стремятся поступить в Татарский политехнический колледж и в другие подобные учреждения нашей области. Ведь сельский труд сегодня действительно в почете и, что немаловажно, хорошо оплачивается. Замысел и проведение агрофорума являются актуальными как никогда. Все прекрасно понимают, что страна формирует технологический суверенитет и в этих условиях именно колледжи становятся драйверами развития региональных экономик. И Новосибирская область в этой части не исключение. Мы много работаем с моими дорогими коллегами, с преподавателями, с администрацией колледжей, с тем, чтобы то, как мы готовим вас, ребята, абсолютно точно било в потребности работодателя. То есть сопрягаем учебные планы, то, что потребуется на производстве. Например, наш замечательный Татарский политехнический колледж со следующего года заводит модули, связанные с беспилотием в сельском хозяйстве. Это исключительно интересно и востребовано. И, конечно, это про вашу будущую успешность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова